И еще раз приветствую вас, дорогие друзья! Хочу еще записать сегодня один очень важный ролик, на мой взгляд. Ко мне очень часто обращаются люди, у которых тяжелая жизненная ситуация. Вот они не видят, где заработать денег, у кого-то кризис в голове, у кого-то нищета, у кого-то бедность, кто-то потерял работу, и вот они страдают, кто-то на пенсии, и вот они страдают и не знают, где найти себя, где реализоваться, где заработать и так далее. И вот смотрите, для того, чтобы заработать, для того, чтобы начать заниматься и получать за это вознаграждение, скажем так, так лучше звучит, да, начать заниматься каким-то своим любимым делом, чтобы реализовываться, да. Вот для того, чтобы реализовываться за вознаграждение, классный вариант формулировки, на самом деле многого не надо. Когда-то мой один очень хороший знакомый, бизнесмен, говорил, что вообще, Наташа, смотри, деньги лежат кругом, просто не ленись оторвать попу от стула и поднять их. Как же их увидеть, где нам искать, чем заниматься, чтобы за это нам еще и платили? На самом деле ничего сложного нет. Давайте чуть-чуть пошатаем наше восприятие. Ведь на самом деле весь мир и все, что происходит с нами, это продукт нашей психики. А если так, значит, мы можем попробовать посмотреть на деньги с позиции Бога, да. То есть, если с позиции человека мы себе придумываем деньги, это сложно, это энергия, которая дается не всем, и надо очень много работать, чтобы ее заработать. Давайте посмотрим на это дело с позиции Бога. Вот он так на своем солнышке сидит, смотрит, да, и видит картину. Приходите вы и говорите, Бог, вот я меняю вот эту стопку бумажек, например, на поездку на Бали. А на Бали у нас что? Горы, океаны, водопады, там та-та-та, красота. И для Бога в вашем восприятии, что сложнее реализовать? Океаны, моря и так далее, либо пачку бумажек. Как вы думаете? Ведь для него это бумага, это вы говорите об энергии и так далее, это вы туда степень важности накачали, а для него это бумага, а это горы, моря и океаны. Точно так же выменяется, например, это на автомобиль. Как вы думаете, что для Бога сложнее материализовать? Сложное техническое устройство или бумагу? И вот таких вот вариантов, когда вы начинаете вот это вот раскачивание себе позволять и смотреть иногда на мир глазами Бога. Помните фильм есть такой? Всемогущий. Кто у нас там был? Всемогущий. Так вот, когда вы вот такое восприятие себе начинаете позволять, вы вдруг в какой-то момент начинаете видеть вот с позиции такого стебно-радостного восприятия, что, слушайте, на самом деле все очень просто. Все очень просто. Сложность всего одна в жизни человека. Это оторвать зад от удобного кресла. И как только это кресло жизнью становится неудобным, то зад отрывается сам. Зачем вам ждать, чтобы жизнь вам создавала условия, чтобы вам было неудобно, некомфортно? Сделайте выдвижение сами. Из тех вариантов, которые я предлагаю, которые сегодня вообще востребованы социумом. Посмотрите на нашу окружающую действительность. Приходят, например, пенсионеры, взрослые люди на прием к врачу. Врач продает медикаменты, но они же рассчитывают на внимание, на психологическую помощь, на то, чтобы их выслушали. Но врач же не предназначен, и его уши ему не платят за уши, ему платят за проданное лекарство. И поэтому обременять врача вот этой вот функцией выслушивания ваших проблем, вашего негатива, ваших накопившихся эмоций, вашей злости, вашего гнела, вины, обиды и так далее, врачу вообще это по должности не положено, если только он не психотерапевт или не психиатр. А к врачам, психотерапевтам, психиатрам, ведь вы особо не стремитесь, вы их боитесь, как черт ладана. А если это так, значит, надо найти вариант, кому свое вот это сливать, да? Кому сливают? Близким друзьям, родственникам, мужу, детям и понеслось. И начинается вот эта вот игра в криминал, в депрессии, в какие-то такие завалы, которые вообще, вот смотришь на это и думаешь, вот это надо было придумать, еще такую игру. И вот понимаете, когда вот это у нас в обществе уже есть, как вы думаете, услуга ваша, как человека, который может выслушать другого человека, то есть, ну, грубо говоря, заниматься коучингом, она будет пользоваться спросом, будет. То есть ваши уши уже будут не бесплатные, они-то останутся ушами, вы и так эту роль выполняете, просто уже не бесплатно. Клиентура нарабатывается быстро, если вы действительно хорошо выслушали, помогли человеку, если вы еще помогли раскрутить клубок, чтобы он начал осознавать, зачем в его жизни все это происходит, и что-то начал менять в своей жизни, вообще шикарно. Но это в том случае, если вы любите слушать, ну, например, не любите вы слушать, вы любите, чтобы вообще человек молчал, вот, тогда есть вариант помощи человеку через энергетические практики. Тогда человек на столе, и вы проделываете определенные энергетические манипуляции, наполняете человека энергией, восстанавливаете его жизненный ресурс. Для этого достаточно пройти обучение каким-то из техник, например, то же самое энергетическое восстановление жизнедеятельности, вообще вас не привязывает к дальнейшей раскрутке на деньги, как, например, рейки или кусмоэнергетика, хотя эти направления тоже есть, или там живые, или еще что-то. Любую энергетическую практику берете. Лучше, конечно, брать целостную, комплексную, которая уже завершена, и больше, вы знаете, ни за что платить не придется. Один раз заплатил, обучился и пошел работать с людьми. Как правило, эти практики все стимулируют в мозге удовольствие, и человек получает действительно наполнение жизненными силами, у него действительно в жизни проявляются быстрые результаты, и поэтому человек к вам приходит не на один сеанс, а, как правило, берет сразу десяток. И это, между прочим, недешево стоит на сегодняшний день по рыночным ценам. Следующий момент. Если вам уже не нравится энергетика, ну не верите вы или не чувствуете, у вас есть что? У вас есть руки, как минимум, и голова. Не только для того, чтобы у нее есть. Так вот, руками уже можно что-то делать. Что можно делать руками, если брать вот только... Я выделяю пока только зону психологической или целительской помощи. Что можно делать? Можно делать массаж. Можно делать какие-то целительские манипуляции. Можно собирать травы и человеку помогать и таким образом. Можно, можно, можно. Всегда можно придумать. Можно великолепно вести йогу, разные оздоровительные практики, там белояры. Да вообще придумайте любой оздоровительный комплекс. Суставная гимнастика утром. Но он, этот человек, приходит и делает ее с вами. Или танцует, да? И вы уже по физухе пошли, с телом работаете. И все, вы свои деньги уже заработали. Поработали, заработали, и вы уже не ноете, как вам плохо. Потому что на сегодняшний день ноют те, кто сам нуждается в психологической помощи, грубо говоря, в реабилитации, который не видит просвета, потому что он не может просто взять и тупо передвинуть свое восприятие в радостное, да, в божественное посмотреть, как Бог стебется, глядя вот на все вот это, что мы натворили в нашем социуме, типа мы выбирали. И когда вы восприятие чуть-чуть поменяли, вы тут же увидели море возможностей. Потому что на биржу труда легко пойти из состояния, как все плохо, в каком плохом государстве мы живем. И раз, испихнули ответственность на государство. А если вы взяли ответственность на себя, зарегистрировали и придумали, чем вам заниматься, то, извините, и государство великолепное, и деньги зарабатываются, и налоги платятся, и все в гармонии. Я предлагаю вот этот вариант. Просто задумайтесь. А для того, чтобы это реализовать, надо набраться энергии, сил, оторваться от стула, почувствовать радость бытия и просто сделать. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья!